Клубы сизого дыма и навязчивый запах гари заставляют Заречной буквально задыхаться в течение последних двух дней. Причина тому – пожар на свалке в районе Чемодановки, буквально в паре километров от города. Пожар на Чемодановском полигоне для захоронения твердых бытовых отходов начался еще 11 июля. Однако собственник полигона должных мер к тушению не принял. Об этом на специально организованной пресс-конференции журналистам рассказал начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Михаил Носачев. Я сам убедился, видел, сколько техники они имеют и какой тяжелой. Значит, неорганизована, как надо, работа. Тогда вопрос, почему она неорганизована. Значит, надо не нам разбираться, мое дело – тушить ее и наказывать за непринятие мер. Вот он будет наказан за это. Потушить пожар на Чемодановской свалке силами сотрудников полигона не получилось. Огонь начал распространяться дальше. В воскресенье она загорелась, она не так горела, там дым был. Я приехал, посмотрел, значит, направил через Центр управления кризисной ситуации туда специалистов. Специалисты поехали, машину давал. Вроде бы как потушили. В понедельник она опять загорелась. А во вторник вчера вы увидели, как ветер поднялся серьезный, и лес рядом загорелся. Ветер, кстати, дул в сторону Заречного. И взрослые, и маленькие жители города смогли сполна насладиться ароматами горящих бытовых и промышленных отходов. Вот все возможные вот эти запахи, которые оттуда идут, конечно, тяжело сказывать на нашем смочувствии. Это, конечно. А для маленьких детей это вообще, наверное, как они переносят бедные. Мало того, что жара невыносимая, еще, говорю, вот в добавку вот эти запахи. Всю ночь порочилась, уснуть не могла, кашляла. И все с окна были все открыты. И когда домой все пришли, тот запах, от этой гари, от этого мусора сжженного, он появился вот в квартире. Он просто никак не уветривался. Закрывать форточки душно, а запах уже есть. То есть, ну, уснуть было очень тяжело. Дышать нечем, днем еще куда не шло. Там ветер дует, а ночью окна открыть нельзя. Дети кашляют, сами не спишь. Вообще дышать невозможно. Пахнет дымом, спать невозможно, голова болит. Несмотря на то, что последствия пожара ощутили на себе все жители города, анализ проб воздуха, сделанных Зареченским центром гигиены и эпидемиологии, показал, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает предельно допустимых концентраций. Что удивительно, учитывая близость пожара. Между тем, при сгорании мусора в воздух выделяются вещества, которые могут нанести непоправимый вред здоровью человека. На свалке находятся не только бытовые отходы, то есть от жизнедеятельности жителей города. Там находятся также отходы от ремонтов, то есть там линолеум различного вида ПВХ, там различного вида пластик, кроме этого. То есть при горении всего этого образуется диоксин, которые в результате своего воздействия могут вызвать мутации на генном уровне. Потушить горящую свалку очень трудно, да и погода, установившаяся в регионе, совсем не способствует скорейшей ликвидации пожара. Решить проблему пожаров на полигонах по утилизации твердых бытовых отходов можно было бы радикально, отказавшись от свалок в пользу промышленной переработки мусора. Однако для этого нужны соответствующие заводы, инфраструктура и селективный сбор отходов. На создание всего этого уйдут годы. А значит, свалка еще долго будет неотъемлемой частью нашей жизни. И горит она далеко не в последний раз. Анна Сазонова, Владимир Полищук, Андрей Яркин, присодействитель радиокомпании «Наш Дом». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!